Болезнь бабочки – это редкое генетическое заболевание, при котором любое, даже самое незначительное прикосновение может вызвать разрушение кожного покрова. И в нашей стране десятки человек ежедневно борются с этим недугом. Евгению 29 лет болезнь сопровождает его с рождения. По словам матери, сначала не было никаких проявлений. У меня было все целое, вся кожа, ручки, все было отлично. Но через пять часов, к сожалению, папа, когда меня увидел, у меня уже был весь в синьках, весь в рамках, полон гноем, у меня пальцы были, как перчатка полная, каждый пальчик, как перчатка полная и гноем. Тогда и сейчас в медицине было мало известно о болезни. Несмотря на препятствия, Евгения подкрепляет огромное сила воли и вера в будущее. Поэтому 20 сентября 2012 года он основал неправительственную ассоциацию «Дебра Молдова». В организации сейчас насчитывается 23 человека. Идея у меня возникла еще лет 5-6 назад. Но тогда я знал только двоих людей. То есть нас было якобы в три человека в стране. Я, один парень на год старший и одна девочка, которая уже скончалась. Ну, я как-то так подумал, ставил идею в сторону. Я увидел фильм про Дебра, где председатель тоже был такой же болезнью боли. Но потом я просто не думал, что нет смысла открывать Дебру для троих людей. Со временем Евгений узнавал все больше людей, которые сталкиваются с такой же проблемой. Он решил, что нужно объединить усилия и попытаться что-то изменить в лучшую сторону. Мне люди писали, звонили, говорят, что вот я тоже сталкивалась с такой проблемой, у меня тоже такие же проблемы, как у тебя. И мы решили все-таки создать Дебру Молдову для того, чтобы выявить о себе, о своей проблеме и добиться того, что действительно нам надо. Ребята помогают друг другу. Общение подкрепляет, так как они изолированы от общества и мало кто их понимает. В этой организации почти никто не работает. Кто не хочет, кто боится, что его не поймут и не хочет показывать свои проблемы. В этой организации больше всего делаю я все, что могу. Мой отец. Он меня вывозит на машине, куда мне надо. И мою коляску, потому что я, к сожалению, не ходячий человек. То есть я могу там пару шагов сделать, но ходить мне трудно. В нашей стране не везде есть пандусы. Отец Евгения бывает по два-три этажа, поднимает своего сына по лестницам. Не был бы он, будь та же мама, она не смогла бы меня поднять. К сожалению, у нас в Молдове далеко до того, чтобы все было приспособлено для инвалидов. В организации нет никаких финансовых пожертвований, но все равно, когда есть помощь гуманитарная, нужно отчитываться перед государством. Просто физические лица, ну, помочь кто-то, чем могут. Там 100, 200, 300 леев. Но чтобы кто-то помог действительно большими, побольше мне суммы для того, чтобы Дебра развивалась лучше. Нет, к сожалению. Больным приходится думать самим за себя. Евгению удалось договориться о закупке перевязочных материалов на сумму 1 миллион 700 тысяч леев. Я не говорю, что я сделал невозможное, но в другом плане, то, что я в такой состоянии, которое есть, я считаю, что я сделал достаточно многого для нас. Потому что эти перевязочные материалы, возможно, должны были для нас попросить сами медики, а не мы. Недавно в Дебре появились две девочки – Мариана и Татьяна. Они помогают. Мариана не единственная в семье, кого поразила страшная болезнь. Злой урок настиг и отца, сестру, родную и сводную, и его внукам. Мы с ней познакомились как раз в день ее рождения, 12 сентября, по социальным сетям. Просто она увидела мою группу вознаглаждников, потому что у меня есть группа помощи. И она увидела, и она встала в счет. Но она не больна такой формой, как я, потому что болезнь в нескольких формах. Она, если вы увидите так ее, она, как обычное дело, что никто не скажет, что она болеет этой болезнью. Создание Дебры помогает многим. Евгений подает пример своей борьбой за жизнь. Он мечтает лишь о том, чтобы Бог дал больше сил и здоровья, чтобы бороться дальше. Сейчас у меня что осталось? Мои ноги, мои руки – это мои родители, моя сестра. А сейчас у меня что осталось? Мой интеллект, мой язык, то, что я могу общаться с людьми. И мои глаза. Если я потеряю один из этого, то, наверное, смысла моей жизни не будет. До своей поездки в Германию он каждое утро просыпался с боязнью, что это последний его день. Даже не мог разговаривать. После улучшения самочувствия Евгений заметил в себе организаторский талант. Он организовывает концерты с участием известных артистов. И в последние годы у него очень напряженный график. Также они решили снять черно-белый фильм, чтобы не было так жестоко, не было видно раны и кровь. Ради этого они с отцом промотали около тысячи километров. Фильм снимается с осени, с сентября месяца. Они надеются, что этот фильм выйдет в Европе и что кто-нибудь поможет. У меня хватает сил этого делать. Не всем иногда хватает сил этого делать. Но, видимо, Бог меня поддерживает и дает мне силу за то, что я делаю, не знаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!